Добрый день! Давайте все-таки начнем, потому что у вас, наверное, появились сомнения уже в том, что что-то будет. Все будет. Я прошу прощения, что мы затянули. Я, в первую очередь. И у нас самые необычные семена, на моей памяти, по крайней мере, я надеюсь, что и старшие товарищи могут какие-то слова сказать, чтобы у нас так все виды искусства совпали. Это у нас первый случай. И хотя сначала объявлялось о том, что это фильм, а потом уже объявлялось о том, что это книга, мы начнем с книги, а потом перейдем к кино. Значит, вот, наверное, все уже знают, да, что Василий Вишневский написал книгу, издательство «Фитон» 21 или 21 века. Прошу прощения, если я неправильно дешифрирую. Ее опубликовало. И для многих людей, которые интересуются птицами, это довольно значимое событие, причем, может быть, совершенно с разными знаками. Кто-то, может быть, считает, что есть уже книги про птиц, и почему их недостаточно. Кто-то, наоборот, очень рад тому, что книга написана не орнитологом, который специально сначала учился в университете, а человеком, который сам прошел все вот эти университеты и поэтому расскажет нам о своих впечатлениях, результатах, ну, наверное, гораздо лучше, чем профессиональный орнитолог, который якобы это и так все должен знать, не знаю, правда, откуда, потому что у нас орнитологи есть самые разные, и кто-то увлекается одними вопросами, кто-то другими. И вот таким вот наблюдением за птицами в природе по неволе увлекаются все орнитологи, но некоторые наблюдают только за своим объектом, и на другие внимания не обращаются. Так что, вот, несмотря на то, что у кого-то могут быть такие сомнения, мне кажется, что вещь несомненная, очень здорово, что такая книга появилась. Очень будет здорово, если будет не одна такая книга любительская, в хорошем смысле слова, а фактически ведь каждый, кто наблюдает за птицами, наверное, для себя, по крайней мере, такую книжку составляет. Он ее, может быть, не публикует, не несет в издательство «Фитон», но вообще-то каждый старается про каждый вид накопить все свои впечатления, как его определять, как он поет, свистит, где он гнездится. И для автора, я думаю, что это очень здорово, но вряд ли он на этом остановится. Это, наверное, все тоже понимают. Понятно, что через несколько лет он мог написать эту книгу по-другому, и, наверное, напишет, и это будет очень здорово. Так что общая квинтэссенция того, что я пытаюсь рассказать, состоит в том, что я поздравляю, в первую очередь, Василия, во-вторых, всех нас, в-третьих, издательство, которое, насколько я могу судить, все-таки еще пока имеет не очень долговременный опыт общения с зоологами, не то что с Баттой, но поскольку все время появляются и новые, и новые публикации на зоологическую тему, значит, опыт оказывается удачным. И это очень приятно, потому что мы в этом тоже участвовали, это я лично. И таким образом и для издательства это не последняя книга на ту же тему. Потому что все собравшиеся, наверное, согласятся в том, что за птицей с самыми разными способами, с самыми разными расстояниями, с самыми разными целями, и совершенно точно автор не остановится. Вот в этом можно быть уверен. Я думаю, что и сам он тоже не будет со мной спорить. Вот, ну, было довольно много времени, вы уже, наверное, успели познакомиться с набором того, что здесь преподносится, и, я не знаю, Глеб, Василий, вы хотите что-нибудь сказать от себя, от своей, от своей стороны? Может, вопросы будут? Нет, вопросы это я. Вопросы, наверное, к автору. Вопросы к автору. Я просто очень курско хочу сказать, что действительно, Владимир Владимирович правильно отметил, что опыт общения с авторами-зоологами у нас не такой большой, и этот опыт вообще имеется, и мы надеемся, что в этом направлении исключительно благодаря тому, что, вот как-то так, судьба свела нас с зоологическим музеем, с Михаилом Владимировичем, с Ольгой Викторовной, которые вот эти люди, они тоже причастны к тому, что вот мы работаем с зоологами и делаем, в общем-то, как по оценкам читателей и потребителей, довольно неплохие книжки, и мы искренне благодарны, что вот вы нам дали зеленый свет вот в эту сторону, куда мы сами, может быть, и не дошли бы никогда, и мы очень рады, что то, что получается в результате, нравится читателю, и на самом деле вот эти книги, они отличаются чем? Что здесь нету ничего информации, информации взятой откуда-то из непонятных источников, потому что все наши авторы зоологические, это все пишут о том, что они сами знают, сами наблюдали, кто-то как ученый, кто-то как любитель, но вот любители, в принципе, есть любители, которые очень поверхностно что-то знают и считают себя любителями и ценителями, а есть люди, которые по жизненному своему пути непрофессионалы вот в этом работают, вернее так, у них другая профессия есть еще, да, но то, чем они увлечены, они знают, изучают досконально, и вот в частности, то же самое можно сказать и об авторе вот этой книги, о Василии Вишневском, он, я не могу сказать, что он вообще посторонний к этому предмету человек по профессии, даже все равно у него образование близкое к этому, и самое главное, что человек всю жизнь, с самых детских лет, увлеченно занимается наблюдением за птицами, и вот в отличие от других книг, о которых вот уже парнитологии, можно сказать, у нас несколько вот в зоологическим музеям сделаны большие атласы, а здесь книжка, вот она называется «Жизнь и поведение птиц», и это не просто как бы название, а это именно отражена концепцией этой книги, здесь написано о том, как за ними можно наблюдать, как они живут, как они ведут себя вот в природе. Вот этим книга очень интересна, и мы надеемся, что действительно это одна из, и за ней будет следовать еще какой-то ряд книг, потому что книги такие нужны, книги интересны людям, есть авторы, которые могут поделиться своими знаниями, и мы будем стараться помогать авторам донести до читателей и вот все то, в чем они располагают. Так что спасибо всем, кому, кто эти книги покупает, то, что книжки не дешевые не потому, что там кто-то что-то, а потому что просто вообще жизнь не дешевая, и мы стараемся печатать эти книги в хорошем качестве, на хорошие бумаги, затраты неизбежны, в магазинах неизбежны наценки, это, к сожалению, наша реальность. Но, тем не менее, то, что люди голосуют рублем за эти книги, поддерживают и авторов, и нас, и наши убежденности, идти по этому, идти дальше. Спасибо. Это Василию надо. Нет, Василию будет, ну что? Обойдите, обойдите. Спасибо. Давай понюхань-ка, а потом... Понюхань и пощупай. Хорошо, поскольку формат презентации совершенно неизвестен никому, но мне по крайней мере точно, мы должны просить сказать что-то автора, да? Конечно. Я готовился. Мы как зарыве объявили, а все это время готовился. Сколько времени учиться, что-то. Я знал, что буду волноваться по этому бумагу. Сейчас. Сейчас. Здорово, Василий. Ну да, всем доброе. Спасибо, Машкин. И прежде чем приступить к самой презентации, я хочу сказать большое спасибо издательству и всем вам, поскольку вот эта книга, понятное дело, что она написана не только по моим наблюдениям, но я привлекал множество и литературы специальной, и в том числе подписка даже, вот это, как я с мозгом. Все это мне очень сильно помогало. А ее без нас, без Вас не было бы. Я постараюсь минут 10-15 уложиться. Ну, как получится. Вообще для меня это первый опыт самой рекламы, поэтому, когда я узнал, что мне нужно будет выступать, я думал, что я уложусь пять минут, скажу о книге буквально, что речь идет о 50 видах неворобьиных птиц, и вам по объему книги будет сразу понятно, что, наверное, подробно, раз всего 50 видов, обычно стараются уместить в книгу как можно больше, здесь другая история. Ну, и когда я думал о том, что буду вам рассказывать, я попытался сам себе задать вопрос, о чем вам будет интересно услышать. Ну, во-первых, об авторе, то есть кто написал книгу, о чем сама книга, и какие источники информации были использованы при работе с книгой. Ну, по этой схеме пытаемся обещать сегодня. Сам я 1982 года выпуска, то есть мне почти 31 год, и я родился в Рязанской области, и там, в принципе, примерно до 2000 года я обитал, например, такую карту даже делал, Москва, Рязань, Денисова, ну, у меня сельская область, вот до 2000-го там, а после 2000-го в Москве, и в летние и весенние месяцы тоже часто езжу в Рязанскую область, и там наблюдаю, фотографирую, это, так сказать, область наблюдений и фото-окоды. Увлекаюсь я птицами. С 8-го класса примерно, с этого же времени я начал вести полевой дневник, и до сих пор его веду. У меня накопилось 53 общих тетради, в общей сумме сейчас уже. Это вот обложка самого первого дневника, вот с 11-го года я его начал, и здесь приведен... Я тогда еще много рисовал в дневнике. Вот здесь, например, нарисована Камышова овсянка, я ее себе в дневнике как черноголовую чекану записал, ну, как иллюстрация того, насколько сильно можно ошибаться, когда только начинаешь в чем-то разбираться. Вот, и, соответственно, мой первый определитель, который я для себя делал, на основании большой советской энциклопедии, ну, и там еще некоторых книжек, которые были. В 9-м классе вот все только тетрадь делал, собирал информацию все. И еще до того, как я увлекся фотосъемкой, я коллекционировал яйца из пищи гнезд. Причем делал это, скажем так, по европейскому манере, то есть брал только одно яйцо, складка сохранялась, ну, по крайней мере, я отслеживал, чтобы там птицы не бросали. А потом, как только я смог более или менее качественно фотографировать кладки, я прекратил собирать. Так, вот, что касается фотоохотничьего стажа. Понятное дело, в начале пленочной манеца, потом зенит с 2000-го года, потом цифрокомпакт, и потом уже зеркалки. Вот, и получается, ну, где-то с 2000-го года, я считаю, можно считать стаж фотоохотничьего. Ну, это вот мои первые книги Фридера Заура «Определители». И еще, обложки здесь у меня не было, Михеев «Определитель птичьих гнезд и биологии птиц». Эта книга мне подарила редакция журнала «Юн Натуралист». Я с ним тоже сотрудничаю. И вот с этого все началось, и я потом стал при возможности покупать любую литературу. Ну, просто, я не знаю, кто помнит, к концу 90-х, 2000-х годов начало, ну, мало было книг на эту тематику, но тем более не в Москве. Вот. Постепенно библиотека увеличилась, и сейчас, да и тогда, особенно когда начинается полевой сезон, когда нужно определить какую-то птицу, или планируешь сфотографировать какое-то гнездо, он зачастую выглядит картину, что обломишься такими книгами, и сразу во всех смотришь информацию. Ну, вот так. Ну, реально вот так. Ну, только книг поменьше. Я тут для Павловсов больше не вложил, Постановимся на фотографии. Это я, когда готовился, заснял. Вот. А когда я в деревне, там у меня интернета нет. И вот так. Ну, электронная информация есть, конечно, но без книг с фотографиями тяжело. Ну, поиск нужен информации, о том, как это сложно, сразу все сравнивают и так далее. Собственно, какие вопросы задают себе человек, когда хочет что-то узнать о птице. Вот для наблюдателя, для фотоохотника и для поиска гнезд. Вот такие. Это, соответственно, содержание очерков птиц. В начале у меня данные в таблице со сроками стадии размножения, поскольку я очень много занимаюсь именно гнездами птиц, кладками. И я знаю, что среди фотоохотников есть те, которые снимают у гнезд, хотя есть и отдельные кланы, которые считают, что это очень нехорошо. Ну, вот, тем не менее. Если планируется съемка у гнезд, то хочется знать, в какое время вылетают птицы, сколько яиц и так далее. И вот эта информация, она вот нужна именно в таком кратком виде зачастую, поскольку нужно быстро рассчет сделать, когда там оптимально прийти на съемку. Так, это я уже перешел к содержанию очерков. О птицах. Ну, собственно, видеочерков книга и сверстена. И, значит, следующие отличительные признаки самца, самки и молодых птиц. Ну, в книге они перечислены, но это как бы не основное. А голосе тоже упоминается вкратце, если это имеет какое-то особое значение, или голос, ну, легко передать там словами, там понятно, что вы порастели, это очень. Вот, собственно, и все. О некоторых, конечно, невозможно. Дальше описывается место обитания. Здесь уже поподробнее. Понятно, что где искать птицу, в каком месте. И сначала вкратце описывается жизненный цикл, то есть там, если птица перелет, то указано время прилета, потом внездование, время размножения, то есть интервал примерный, время вылета птенцов, подготовки там под лед и от лед. Ну, а, соответственно, для осетов это, когда там птица начинает собираться в стае и так далее. Отдельно продолжительность жизни и враги птиц. Ну, вот эту информацию полноценно для всех не так просто было найти. То есть в этом плане, конечно, лучше всего помогали какие-то монографии, там, в частности, для Зарянки. Есть хорошая монография зимная. Есть, кто знает. Вот там хорошо перечислено. Ну, мне, по крайней мере, кажется это довольно интересным. Потом очень подробно о размножении. Ну, я уже говорил, что я к этому неравнодушен. Поэтому так. Если кто-то тоже неравнодушен, то вот эта книга прям очень для этого должна подходить. Естественно, все стадии размножения, там, постройка гнезда, откладывание яиц, вырубление, отормение птенцов. Все это, насколько я смог максимально отразить, я это отразил.